12 июля глава города Буя Игорь Ральников возглавил комиссию по приемке работ благоустройства территории детского сада номер 3 «Родничок» в микрорайоне за рекой Вёксой. Благоустройство было проведено по программе общественной местной инициативы. С финансовым участием детского садика, родителей, благотворителей организации города, с финансированием местного областного бюджета, подрядчик у нас Алексей Станиславович, выполняли работу, я на протяжении работ здесь несколько раз был, все это наблюдал, Дмила Александровна следила, ну и стройконтроль осуществлял Михаил Иванов, начальник бокса администрации. Поэтому давайте пройдем, посмотрим. В комиссию по приемке работ вошли депутаты Буйской городской думы, представители администрации города и общественного совета, родители воспитанников, активные боевляне. Я вообще благодарна работникам детского сада, потому что вот правда семья и коллектив у вас прям в саду очень хороший. И всегда хочется ходить и помогать, потому что если бы не вы, если бы у нас тоже родители не координировали, не компоновали так вот в кучку, не присели помочь, я думаю, что многого бы не было сделано. Как отметил глава города, по факту приемки написав в социальных сетях, отремонтированная территория детского сада произвела хорошие впечатления. Подрядчик, индивидуальный предприниматель Алексей Станиславович Кукунин в ходе осмотра дал исчерпывающие ответы на вопросы комиссии. Заказчиком выступил детский сад. Контроль за выполнением работ осуществляла администрация города, служба муниципального заказа, отдел капитального строительства. Подрядчик выполнил необходимые уклоны, то есть основной проблемой перед тем, как мы начинали заниматься этим проектом, это было отсутствие системы водоотведения. То есть здесь ливневой канализации исторически никогда не было, и строить ее, конечно, в настоящее время мы не сможем, это очень дорого. Но, тем не менее, подрядная организация нашла решение, то есть сделала необходимые уклоны, и сейчас вода на асфальте не стоит совсем. Это, в общем, все достойно. Вообще, очень приятно, сегодня прошли общественные комиссии. Наверное, впервые, когда выходит общественная комиссия, нет ни одного замечания. То есть, действительно, качество работы очень высокое. Очень приятно, что в нашей области работает программа общественной инициативы, благодаря которым можно реализовать вот такие проекты. Действительно, это общественная инициатива, это инициатива жителей, наверное, всего микрорайона за рекой Вексы. Основным, так скажем, драйвером этой идеи стала заведующая детским садом Козлова Людмила Александровна, которая, ну, в общем-то, так, несколько лет инициативно занималась этой проблемой, и вот нам совместно удалось ее решить. В общем-то, я доволен, я думаю, что мое мнение поддержат и все родители тех детей, которые посещают детский сад. В целом, достойный подарок нашему городу детскому саду. Для дошкольного учреждения это долгожданное событие. На территории детского сада уложили новый асфальт. Старое покрытие много лет доставляло неудобства, ведь со времени последней укладки асфальтового покрытия прошло уже много лет, в связи с чем состояние его пришло в негодность. Как говорят педагоги, теперь обновленная территория будет задействована в образовательном процессе. Здесь дети смогут изучать правила дорожного движения, играть в классики, участвовать в конкурсе на лучший рисунок на асфальте. Десятки развивающих игр можно использовать в обучении и воспитании детей на благоустроенной территории. Чувство удовлетворения и желание продолжать работу, потому что, когда есть результат, хочется сделать еще больше. Когда тут слышу, когда есть поддержка, когда есть коллектив, коллектив родителей, сообщество педагогов, сообщество жителей микрорайона, тогда хочется делать еще. Поэтому чувство благодарности всем, большой сопричастности и удовлетворения от проделанной работы. Асфальтирование было проведено в сжатые сроки – в течение июня месяца. В это время воспитанники родничка посещали другие детские сады и в начале июля вернулись в родной садик с обновленной территорией, на которой красуются рисунки детишек. Приятно приводить детей на комфортную территорию. Задача была поставлена, чтобы ремонт был закончен за июнь месяц. Действительно, эта работа была выполнена. В начале июля дополнительная работа в виде благоустройства, отсыпки пазов были уже закончены, уже когда дети посещали детский сад. Поэтому в тот график, который мы разработали с отделом образования, что детский сад закрыт на один месяц, подрядчик уложился. За что ему огромное спасибо. Детей мы приняли до первых числах июля, как только закончились работы. Помнили детей, была большая радость у детей. Они сразу взяли цветные милки, сели на самокатные велосипеды, сразу стали бегать по этим асфальтовым дорожкам, несмотря на то, что по ним можно только ходить. У них есть свои прогулочные площадки, но не смогли мы отказать в удовольствие детям побегать по этим новым территориям. И получить удовольствие вместе с нами, вида нашего детского сада. Кому особое спасибо? Скажите, перечислить. Повторяющий совет детского сада наш. Дарья Михайловна, Сергей Геннадьевич Бележанин. Разина Наталья Александровна большую работу провела много предприятий, кто нам помогал именно от имени родителей. Обращения были, когда мы собирали средства для реализации проекта. Боюсь сейчас кого-то не назвать. Большое спасибо родителям нашим, коллектив наш замечательный. У нас несколько локомотивов в нем есть. И Дали Валентина Кибасова, и Шпагина Татьяна Валерьевна. Тоже вот сейчас всех называть. И среди младшего персонала есть у нас инициаторы событий, реализаторы этих событий. Мы действительно одной большой командой спрались и сделали, реализовали большой региональный проект. Это, конечно, показывает уровень работы, даёт перспективы развития, да, и показывает наши мировые возможности, да, сердечное отношение ко всему, что происходит. Родители поддержали инициативу и заведующую родничком Людмилу Александровну Козлову, которая объединила всех вокруг в стремлении сделать пребывание на свежем воздухе комфортным и безопасным. Мы очень рады, мы очень благодарны тому, что нам всё-таки наконец-то отремонтировали территорию детского сада, потому что территория, она нуждалась в ремонте. Покрытие асфальта уже было старенькое, всё разрушилось, и детки бегали, травмировались. Всё-таки сейчас вот прям душа радуется, дети радуются, мы радуемся, дети прыгают, бегают довольно счастливые, рисуют на этом асфальте. Раньше проблема с этим была. Сейчас всё намного проще, да, и дети очень рады тому, что вот действительно асфальт ровненький, аккуратненький. Я думаю, что родители тоже радуются вместе с детьми также. Мы очень рады. Спасибо большое администрации, которая всё-таки нас включила в этот проект. Спасибо тем родителям, которые... У нас очень много родителей участвовало в сборе средств дополнительных, да, именно на ремонт. Да, все проявили огромное участие, и коллектив детского садика, и также родители. Всем огромное спасибо, потому что в одиночку, я думаю, не справился бы никто. Тут мы все компанией, всей большой дружной семьёй, все справились. Всем огромное спасибо, и мы очень довольны проделанным ремонтом. Ну и ваш лидер, заведующий, наверное, да? Да, без Людмилы Александровны, я думаю, вообще бы ничего не сложилось, потому что очень долгое время пытались, добивались попасть в эту программу. Она, конечно, мне кажется, прошла огонь, воду и медные трубы. Всё-таки, да, наша глава, Людмила Александровна, это очень хороший человек, с помощью которого всё, проделанная работа и осуществилась. Было тяжело, да? Было тяжело, да, потому что сроки очень сжатые. Здравствуйте. Всё-таки происходило, что вокруг много жилых домов, многоэтажек, и был какой-то дискомфорт и для соседей наших, но все, знают все, что нам это нужно было. Здравствуйте. Как бы все... Любой комфорт, требующий. Да. А то, что дети ходили в другой садик? Ну, я думаю, что всё-таки... Это не такая большая проблема, всё-таки. Тут нашёлся компромисс и с другими детскими садами, и с работниками детских садов, и с родителями нашёлся общий язык. Кто-то из детей был дома, то есть с родителями, с бабушками, с дедушками. Кому-то всё-таки... Это стоило того, да? Это стоило того, конечно. Потому что без этой меры, ну, не успели бы положить асфальт. Вот мы раньше ходили в группу, то есть как-то нам нужно было весь садик обойти, и дорожки-то были, ну, сами знаете, такие, что упадёшь, и можно было выпиться. Теперь качество асфальта нас очень-очень радует, и будем надеяться, что оно долго прослужит, и как бы... Вы готовы поддержать, да? Ну, конечно, конечно, да. Естественно, да. Мы собирались, и помогали, и возили что-то, и как бы... То, что детей пришлось в другой садик возить, ну, то есть как бы ничего страшного в этом. Вот и воспитатели нам выделили в ту группу, то есть из нашего садика. Мы все были знакомы. В общем, всё строило. Хорошо сделали. Детям дети радуются, бегают, рисуют, прыгают. Всё для детей, как говорится. Пока что дети были рады. Кроме наружных работ, в летний период в образовательных учреждениях ведутся косметические ремонты. В садике мы замахнулись на музыкальный зал, и у нас тоже большая радость. У нас теперь есть большое пространство, очень красивое, светлое, наш музыкальный зал. И появилось большое желание сделать ещё несколько образовательных проектов. Сейчас мы как раз коллегами этим занимаемся. Рекреации наши обновлены, группы. Как обычно, делали ремонтные работы силами родителей, силами работников детского сада. Несколько крылечек отремонтировали, обустройство детских площадок произвели. Но я думаю, что лето ещё продолжается, мы свою работу не закончили. Какие-то группы у нас закрыты до 1 сентября. Планы работы у нас есть. Пока мы их придерживаемся, даст Бог, всё мы сможем. Начало учебного года примем образовательную новую программу в новых прокурсах.